Ультра-современное оборудование, дополнительные койки и высококлассный медперсонал. В БСМП номер один после ремонта открылся региональный сосудистый центр. Сегодня здесь побывал вице-губернатор Владимир Куприянов. В центре реанимационный зал, две операционные, отделение рентгена. Только за последние четыре месяца сюда обратились больше 13 тысяч мячей. Здесь проводят уникальные операции, спасая людей после инфарктов и инсультов. И не давая осложнениям сказаться на качестве жизни. Александр Ильич Бурков очень серьезное внимание уделяет как раз развитию системы здравоохранения. Так же, как на сегодняшний день на государственном уровне решаются все задачи. Вы знаете, что и национальный проект, и модернизация первичного звена программы. И сегодня как раз все это должно в первую очередь дать результат увеличения средней продолжительности жизни, о чем говорит наш президент. Помимо ремонта сосудистого центра, в первой БСМП сделали фасад, кровлю, установили новую систему теплоснабжения и провели реконструкцию приемного отделения. Такой масштабный ремонт одной из самых крупных городских больниц обошелся почти в 113 миллионов рублей. В Омске сегодня начали осваивать космос. На строительной площадке будущей четырехзвездочной гостиницы забили первую сваю. Накануне проект отеля получил положительную государственную экспертизу. Уже через год пустырь, который долгое время зиял на набережной Тухачевского, украсит современная гостиница, которую возводят к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. Строительство обойдется почти в миллиард рублей. Это инвестиции компании АФК «Система». Возможность строительства нескольких крупных объектов, в том числе отелей жилого микрорайона, в прошлом году обсудили глава региона Александр Бурков и бизнесмен Владимир Евтушенков. Первый проект сегодня официально запущен. Омск сегодня заволокло дымом. Виной тому многочисленные возгорания. Полыхала сухая трава. В городе четыре точки, в соседнем Омском районе 12. Ветер разнес дым и запах гари. По сообщениям МЧС, угрозы перехода огня на жилые дома не было. При этом спасатели с неба ведут слежку за омскими садоводами. Беспилотники позволяют сотрудникам МЧС отыскивать нарушителей. Тех, кто во время действия особого противопожарного режима сжигает мусор, листву, траву и не отказывает себе в шашлыке. Дачникам-нарушителям выписывают протоколы. На полигоне автобронетанкового института историческое сражение. Как и 80 лет назад, красноармейцы сидят в окопах и отражают фашистские атаки. Именно так в июне 41-го началась одна из самых кровопролитных войн в истории – Великое Отечественное. У крепости Перемышль пограничники вступили в неравный бой с врагом. И сегодня реконструкцию тех сложных для наших солдат часов представили во всех деталях. Образы продумали до мелочей – от пулеметов до гимнастерок. А еще зрители увидели знаменитые советские полуторки и даже немецкого «Фердинанда» – тяжелую артиллерийскую установку. Мы показали, что даже в 41-м году, когда немецко-фашистские захватчики без объявления войны напали на советскую нашу родину, мы видели, что пограничники и наши советские войска дали отпор и отбили эту заставу. Реалистичным представлением со взрывами и выстрелами лес при фронтовой не ограничился. Мастер-классы, мини-концерты и выставки. Причем без строгого музейного руками не трогать. Залезть на пушку боевой машины или нырнуть внутрь самоходной установки и подробно изучить механизмы управления – никаких запретов. Кто-то в первый раз видит, как-то вот дико маленько, может быть, даже им. Но все же им это интересно. То есть интересно, как это устроено, что это. Это все-таки бронетехника. Те, кто не успел записать прадеда в бессмертный полк, смогли увековечить имя своего героя на специальном стенде. Эта локация стала, пожалуй, самой трогательной. Особую атмосферу создала и выжженная деревня. Воронки от бомб, разрушенные дома, детские вещи. Казалось, будто все это декорации фильма о фронтовиках. Но куда уж на фронте без медпункта здесь развернули импровизированный военный госпиталь. У медсестры есть все самое необходимое. Нашатырный спирт, градусник и, конечно, бинты. Перевязки могут сделать любые. Даже если, например, солдат получил ранение, по легенде, конечно же, в голову. Или осколок попал в руку или ногу. Продемонстрировали гостям и фронтовой привал. Не все же биться. Можно и спеть. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Не обошлось и без традиционного возложения цветов. Десятки алых гвоздик. В память о тех, кто сгорел в горниле страшной войны. Прошел Польшу, Германию и Чехословакию. День победы Василий Остров встретил уже в Австрии. Ну а сегодня омские врачи поздравляют ветеранов Великой Отечественной с предстоящим праздником. Обычно устраивали концерты, но в этом году из-за ограничений теплые слова и сладкие подарки. В далеком 44-м Николай Белянин 17-летним парнем отправился на войну. Участвовал в освобождении Западной Украины. Внимание со стороны врачей, которые в нынешних условиях сражаются за жизни людей, дорогого стоит. Всегда волнительно, потому что все-таки люди с таким большим опытом, с таким потенциалом, так скажем, прожитой жизни. И те люди, которые перенесли столько, что мы никогда об этом не узнаем и не поймем. Потому что мы там никогда не были и, слава богу, дай бог, не будем. Премьера удалась. На большой экран вышел фильм 12-го канала «Несломленный». Закрытый показ состоялся в кинотеатре Первомайский. На презентации киноленты, посвященной жизни легендарного генерала Дмитрия Карбышева, собрались политики, общественники, работники культуры, представители региональных СМИ и, конечно же, создатели картины. Для режиссеров 12-го канала этот фильм стал своеобразным дебютом. В жанре докудрамы еще не работали. Я не документалист, я снимаю игровые фильмы. То есть я работаю с актерами на площадке. Конечно, я снимал немножко другое кино, поэтому и сцен было снято гораздо больше, чем вошли в фильм. И снимались они немножко по другому сценарию. Но формат документального кино, он подразумевает какие-то вот эти короткие выжимки, вставки, для того, чтобы создавалось впечатление большого исторического полотна. Создать такое впечатление смогли не только кадры хроники и комментарии историков, которые чередовались с игровыми моментами в кино. Непростая ситуация в семье, трагическая гибель первой жены, предательство сослуживцев, невероятная увлеченность своим делом. Создатели собрали малоизвестные факты не о генерале, а о человеке. Надо было все-таки думать о живом человеке, не о бронзе, не о монументе. Это всегда страшно. И тут мы перелопатили какую-то невероятную массу его биографии. Я только все удивлялся. Я всю жизнь езжу по улице Конева, но я не знал, что Карбышев – это педагог маршала Конева, учитель. Я не знал, что Карбышев может так с лету в компании запеть свою ливониху. Я не знал, что он может взять гармошку и сыграть. Это был своего рода Леонардо да Винчи, изобретатель, фортификатор. Чтобы рассказать о судьбе столь масштабной личности, режиссерам пришлось быть изобретательными. В пандемию, когда поездки по стране были невозможны, подходящие локации искали на территории Омской области, а не в Подмосковье или Санкт-Петербурге, как планировали. Не обошлось и без рекордов. Участие в съемках приняли актеры всех театров города. Озвучил фильм один из самых известных актеров России – Сергей Чоношвили. То, что сделал 12 канал – это вообще прорыв в региональном телевидении. Ни один региональный канал не снимал игровых фильмов. Ни один. Это я могу вам сказать со стопроцентной уверенностью. Конечно, для нас это вообще большое дело. Это очень ответственно. Это наша история. Это наш генерал. Это наш земляк. Поэтому картина супер. После финальных титров мнение высказали и зрители. Наши актеры сумели передать то сложное время, в котором жил, трудился, работал Дмитрий Михайлович. Это Первая мировая война, это крушение империи, это гражданская война, это Великой Отечественной войны. И вот в этом сложном периоде времени формировался характер, сформировалось ощущение, взгляды и убеждения Дмитрия Михайловича Карбышева. Я очень много узнал о Карбышеве. Очень много неизвестных фактов было представлено в фильме. Причем это сделано талантливо, образно. И, на мой взгляд, должно запомниться зрителям этот фильм. И наверняка он будет показан во многих кинотеатрах города. На больших экранах фильм увидят не только жители Омска, но и районов области. Это очень хороший фильм. И я уверен, что его увидят все омичи, все жители нашей области. У нас самая кинофицированная область в России. В каждом районе есть современный кинотеатр. Это будут специальные показы. Это будут показы для школьников, для молодежи, для всех. Кинолента выйдет и в эфире 12-го канала. Большая телевизионная премьера состоится в День Победы в 13 часов сразу же после трансляции парада. А уже через месяц творческий коллектив начнет работу над новым фильмом. Он будет посвящен истории нашего времени, которая всколыхнула почти всю страну. Поиском трехлетнего Кули Бархатова, который потерялся в тайге, но был найден живым. Получили оценку «Хорошо». Такой бал, отремонтированным в Омске дорогам, поставили специалисты Сибадей. Сегодня они проверили участок по улице Заозерная, который отремонтировали в 2017-м. Выездная лаборатория оснащена приборами, датчиками и камерами. Поэтому ходить по дороге и вручную измерять и записывать данные не приходится. Специальные устройства и программы фиксируют трещины, выбоины и колеи, а также скрытые дефекты. Все данные передадут подрядчику и в Управление дорожного хозяйства для устранения замечаний. Расчертили город белыми полосами. Омские дорожные рабочие продолжают наносить разметку. Сухая солнечная погода в помощь. Основные магистрали должны быть, что называется, обрисованы ко Дню Победы. Яркие белые линии уже украшают Спартаковскую, Партизанскую, Красный Путь, 10 лет Октября и Конева. Не забывают рабочие и об обновлении пешеходных переходов из стоп-линий у образовательных учреждений. В этом году нанесение разметки входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документы, хранящие историю войны. Омское управление ФСБ накануне Дня Победы рассекретило часть материалов НКВД времен Великой Отечественной. Аналитические справки, тексты приказов и даже секретные сообщения передали в архив Музея воинской славы о мечей. Большая часть документов связана с боевым путем 30-й лыжной стрелковой бригады. Она была сформирована в Калачинске в конце 1942-го. Героизм и стойкость помогли солдатам выполнить главную задачу – стабилизировать линию фронта. Но из 3000 членов лыжной бригады в живых осталось меньше 700. Документы рассказывают детали этих сражений, формирование этих бригад, путь их обучения в Калачинске в учебном центре. И более того, рассказывают, наверное, о той трагедии, которая произошла под Севском. Поскольку действительно вся бригада погибла в этом страшнейшем кровопролитом сражении. Кроме того, документы, переданные в музей, касаются еще одного воинского соединения, образованного в нашем регионе. Речь о 70-й морской стрелковой бригаде. Ее сформировали в Калачинске и Кормиловке в самом начале войны. К слову, в Омском управлении ФСБ заявляют, что продолжат рассекречивать архивы военных лет. Ключевая задача рассекречивания документов нашей работы – это оставить потомкам объективную, неискажаемую информацию. Мы являемся неотъемлемой частью той государственной системы, которая на текущий момент направлена, чтобы максимально приблизить к объективным те факты, которые сейчас, к сожалению, иногда рядом наших партнеров могут искажаться. Увидели сражение Омского бронепоезда в миниатюре. Сегодня в парке «Россия» моя история мечи стали участниками экскурсии «Омские бронепоезда в огне Великой Отечественной войны». Сотрудники представили фильм об истории техники, производстве и о том, какую роль бронированные составы сыграли в сражениях и обороне во время войны. Главная часть выставки – диорама. На ней модель состава бронепоезда, стационарных построек, аэросаней и бронеавтомобилей, а также более ста фигурок солдат. Они показывают эпизод сражения при участии Омского бронепоезда «Победа». Диораму готовили около 10 месяцев на средства фонда президентских грантов. 23 февраля 1943 года это происходит все дело в Карелии на станции Лапланди. На эту станцию напали по свидетельствам наших ветеранов два батальона финских лыжников. Практически уже взяли эту станцию. И тут на помощь нашему уже погибающему взводу охраны пришел на помощь сделанный в городе Омске бронепоезд «Победа». Для многих информация о том, что в городе Омске и в городах Омской области делались бронепоезда – эта информация достаточно необычная. Еще одну диораму, посвященную участию Омска в событиях Великой Отечественной, также в историческом парке впервые покажут в Ночь музеев. Ей уже придумали название «Город милосердия» Омские госпитали 1941-1945. Увидят ее о мечи 15 мая. Время готовится к лету. В Омске открылась ярмарка узбекского трикотажа. Костюмы для дачи, футболки и туники для прогулок, легкие домашние халаты. Здесь посетители смогут обновить гардероб к жаркому сезону и приобрести одежду из натуральных тканей – льна, хлопка и вискозы. При этом ярмарка удивит посетителей не только разнообразием фасонов и расцветок, но и возможностью отправиться на шопинг, не опасаясь за семейный бюджет. Цены представлены от производителей. Мы работаем напрямую с фабриками Узбекистана, которые имеют полный цикл по выращиванию хлопка и производству полотна, по шиву одежды, как мужской, так и женской. В нашем ассортименте представлены размеры с 44 по 70. Так что каждый покупатель сможет найти себе вещь по душе. Позаботились здесь и о здоровье покупателей. На выставке продажи представлены лечебные наколенники и пояса. Уже в первые часы работы ярмарка привлекла внимание сотен покупателей. Впрочем, время, чтобы обновить гардероб у Амичей еще есть. Выставка продажи будет работать во Дворце молодежи по адресу перелета 1 почти две недели, до 17 мая включительно. Посетители ждут с 10 утра до 7 вечера. Ассортимент будет обновляться каждые 2-3 дня.